здравствуйте дмитрий очень рада вас видеть в дамбае вот сегодня такой замечательный праздник посвященный столетию альпинизма проходит здесь поселке расскажите вот вас пригласили да или вы организатор здравствуйте да так получилось что некоторое время тому назад назир бачуров обратился ко мне с предложением организовать этот фестиваль и пригласил меня поучаствовать в этом я с удовольствием принял приглашение так как моя главная общественная работа напрямую связана с историей альпинизма из вкладом альпинизма формирование наших ценностей и вот я здесь не первый раз вот и и конечно я здесь ходил вот например буквально два года назад в составе альпинизмских сборов штурм который был организован в том числе и с нашим участием я совершал учебные восхождения на окрестные вершины вот самые любимые на пик иные что тут рядом вот что касается гостей фестиваля да я знаю многих знаком ходил вместе в горах там в том числе вот с гордостью могу сказать что довелось ходить вместе с николаем дмитриевич черным в гималаях мы разведывали путь подъема на вершину мардзи химал это было в восемнадцатом году и тогда николай дмитриевич было 80 лет так что знакомство с такими людьми с таким опытом с таким багажом уже само по себе обязывает для меня это почетно это человека которым я узнал восемьдесят втором году я тогда занимался горным туризмом восемьдесят второй год был год моего первого руководства и конечно я бредил горами как и все мои соратники и когда мы узнали о том что советский союз готовит экспедицию в гималайя с осаждением на верес мы конечно следили за этими событиями читали все что можно было прочитать вот и эти люди для нас были ну просто небожителями а гималайи были для нас ну меккой землей обетованной абсолютно недостижимым пространством вот и тогда у меня возникла мечта попасть в эти самые гималайи когда-нибудь может быть прошло 35 лет в 2017 году так получилось что сложился трек в гималайи вокруг восьмитысячника монослу и первым человеком который встретил нас в катманду которого я увидел в катманду был николай черный то есть я не знал этого передо мной стоял николай черный который представился просто дядя коля вот и с ним мы прошли весь трек жили в одной палатке то есть он мне рассказывал всякий всякую всячину ну а потом мы познакомились ближе и мне даже удалось с ним сходить вот в поход восхождение это очень душевный человек очень открытый очень щедрый вот так скажем и делится он всем что узнал всем что умеет он он очень прост в общении но без этого в горах невозможно невозможно вот и по ощущениям человек очень мощный вот может быть он вам говорил уже в интервью вы знаете что он по профессии металлург и заниматься он в отрасли которые называются черной металлургии николай черный с говорящей фамилии да вот но николай черный заслуженный мастер спорта это звание он получил вот за участие в том легендарном восхождении 82 года но потом многократно возвращался в гималайи не только как участник но как организатор и руководитель высотных экспедиций многочисленных значит у него есть звание заслуженного тренера пусть он воспитал большое количество альпинистов восходителей только в нашей стране произошло такое разделение во всем мире люди которые ходят в горы говорят что они их занятие это маунте не ринг горе горнинг если перевести вольно вот а в нашей стране так получилось что возникло два направления горный туризм и альпидизм как самостоятельный вид спорта тогда он возник как способ формирования боеспособных подразделений которые должны были работать в горах воевать в горах вот и может быть это и стало причиной того что он обособился в отдельные направления а так во всем мире одно и то же но в общем в горы я попал весь восьмидесятом году ходил во многих районах стремился побывать во всех горных районах советского союза и к девяностому году я выполнил норматив кандидата мастера спорта по горному туризму потом был перерыв и в альпинизм я осознанно вернулся тогда когда затеял проект с говорящим названием в связке вот синий флаг вы наверное видели там внизу вот значит я придумал проект который рассказывал бы нашим соотечественникам про ценности про культурный код альпинизма я глубоко убежден в том что альпинизм это там это не просто школа мужества это настоящая модель жизни я формулирую для себя так горы это территория роста это место где человек покоряет не вершины а себя и с каждым разом становится сильнее мощнее приобретает новое качество вот вот это я вкладываю понятие альпинизм я придумал ну не придумал скажем осознал понял сформулировал такую метафору когда человек поднимается на вершину когда она его пускает то вершина становится выше на рост восходителя вот на эти небольшие метр станции когда вот а когда она его отпускает человека то человек становится выше на высоту вершины понимаете такой паритет и вот кстати один из гостей нашего фестиваля вадим кириллович неворотин тоже известный альпинист с огромным опытом даже посчитал на какую высоту он забрался за свою жизнь то есть какую высоту он присоединил своему росту это 500 километров без мало то есть вот вот так мы растем поэтому кто кого покоряет вот в этой модели становится очевидно еще один вот вопрос завершающие расскажите нам пожалуйста о сотрудничестве русского географического общества карачаева-черкесского вот с вашим отделением петербург спасибо за вопрос да я здесь не только как альпинист и основатель проектов связки я здесь представляю горную комиссию санкт-петербургского городского отделения рго которую вот мне доверили возглавить в начале этого года в карачаева-черкесии мы планируем очень интересный проект он связан с сохранением наследия семьи утековых представительницей которого является ирина павловна утекова учительница географии которая живет в тиберде она сохранила в своем доме совершенно уникальные вещи книги артефакты коллекции картины которые представляют собой по-настоящему музейную ценность и вот совместно с карачаево-черкесским отделением мы хотели бы сделать эту коллекцию доступной для людей и наш одна из наших задач вот сейчас здесь вот на этом на ближайшее время сформировать этот проект и запустить его спасибо дмитрий что нашли время и ответили на наши вопросы благодарю за интервью до свидания